В редакцию новостей ОТС за помощью обратились новосибирские зоозащитники. По их словам, в одном из оздоровительных санаториев Ордынского района породистые животные гибнут от голода. Мало того, тех обитателей питомника, которые еще стоят на ногах, распродают без сопроводительных документов. Наш корреспондент Александр Куршев в качестве покупателя попытался выяснить, насколько информация соответствует действительности. 111 километров от Новосибирска. Ордынский район. Сезонный санаторий. Отдыхающих зимой нет, а вот летом корпуса переполнены. Привлекают конные прогулки и возможность понаблюдать за экзотическими животными. Но сегодня четвероногие питомцы оказались не нужны. Их распродают. Журналисты в роли покупателей. Работает скрытая камера. Состояние живого товара шокирует. Ален, что-то они худые. Так нормально? Да у нас был немножко перепад сеном, сейчас нормально они выправляются. Я не знаю. Тут их мало того, что откармливать. Их очень-очень долго, потому что они все в худюшем состоянии. Они так и должны худые такие быть? Нет, у них должна быть попа круглая. Евгений Зенкин. Так называет себя мужчина, которого вы видите в кадре. После разговора по телефону с неизвестным лицом называет сумму за каждую голову. Цены в рублях. Ну что? Ну, по берегу до 110, в принципе, да. Так. По лошадкам, эти 45, вот эти, что мы показывали, моргошку. Вот сейчас смотрели. Ну? Да. По тонне, в принципе, молодую можем продать. За 50. Скрывать дальше причину визита журналиста в санаторий больше нет смысла. Задаем вопросы на камеру. Кому принадлежит оздоровительный лагерь? Сколько всего животных и где на них сопроводительные документы? То, что вы продаете верблюда, документов на них нет. Откуда они у вас появились? Купили. У кого купили? Я не знаю. Не до меня здесь появились все верблюда. А вы здесь кого представляете? Какую компанию? Какую фирму? Что за организацию вы представляете? Какую должность вы занимаете? Я представляю базу санаторий «Обская волна». «Обская волна»? Это кому предприятие принадлежит? Ребят. Кому? Это предприятие. Представитель санатория с мнимыми покупателями беседовал охотно. А вот с журналистами отказывается. Зазащитники, ранее побывавшие на территории питомника, считают, что причина тому – вот эта фотография, которую вы видите сейчас на экране. Животные он показал не всех, потому что все остальные животные закрыты в другом амбаре. Есть еще как минимум 10 голов животных, и это мы знаем как факт. В некоторые части там просто лежат трупы животных. С жалобой зоозащитница Алена Бирюля обращалась в местную полицию. Ей дали ответ. С проверками на базу отдыха выезжал участковый и врач-ветеринар. Нарушений не выявлено. Нормы кормления сельскохозяйственных животных напечатаны в 1960 году. Здесь ярко прописано – взрослая лошадь должна в сутки съедать не менее трех килограммов зерна, овса или иного другого продукта. Сколько съедают обитатели конного клуба, директор так объяснить и не смог. Все равно я это без дальнейшего надзора не оставлю. Это я уже вам официально говорю, можете потом приехать, посмотреть сейчас. Специалист выходит, может он даже в пятницу придет, он туда выезжает. Берем сыворотку крови, еще раз посмотрим, обследуем еще раз с описью каждого животного. Вы заметили, что они там пронумерованы, тавро на них есть. Мы согласны описи, все это так и так. И у нас будет каждая индивидуальная сыворотка взята, мы все до одной возьмем. Если будут выявлены серьезные нарушения, то хозяина могут ожидать штрафы и даже уголовная ответственность. Что касается представителя санатория Евгения Зенкина, то прощание с ним чуть не закончилось для съемочной группы разбитой камерой. Камеру отпустите. Жень, камеру отпустите. Отпусти камеру. Александр Курш, Артем Валевич, Новости ОТС.